Ну что, вспомним. 3.23. Воет лига. Чемпион. 8К ЕС. Единственный, наверное, кто я ходил на Воет лигу. Ну и, наверное, единственный, кто был нормально собран. Пробило. Бласты Адзири. Урона в такой маленькой комнате у этих бластов может быть настолько большой, что вы даже вообще не представляете, сколько там может быть гипса. Я даже не представляю, сколько могло вообще там быть гипса. Если меня не рипало, под 7 фрэнзи чарджами 2 балласта Адзири. Представьте, 7 фрэнзи чарджей. Амора дает фрэнзи чарджей монстрам. Не как гирам. В 4 раза больше. Раньше так и миньонам давало. Любые дефенсы. Фрэнзи чарджей, повар чарджей. У них это все x4. То есть тот же шанс крита повар чарджей им дает 200%. Они 50. Раньше был 40. То есть представьте, какой там урон на таких морах был. Вот. А тут какие-то бласты. Я даже не думал, что они столько могли нанести урона. Вот скорее всего, если бы тут был не тот уник, а другой у меня шлем, меня бы липнуло. Потому что тот шлем, который здесь я использовал, он дает лесса 30 по ощущению. А может все 40 против лайтинг урона. Все, что касается хитов, на доты он не работает. Это будет работать уникшапка на любые виды урона. Вот в чем прикол. И прикол в том, что она будет работать как на хит, который будет бить в эвэйжен или в блок атак, так и в спелл. Без разницы. Сейчас расскажу, что за шапка. Вот это шапка уник. Если в левом слоте будет синее кольцо, то урон от монстров будет неудачный. То есть любой входящий урон хитовый, кроме дота, будет работать и рассчитываться два раза. И из двух вариантов делать один из которых меньше. Есть свойство урон удачный, то значит ваш исходящий урон будет рассчитываться так же два раза. И браться больше вариантов. Казалось бы, на первый взгляд, вот что за расчет? Ну рассчитало оно два раза. Ну что это, типа имба что ли? Даже не три, да, а там не четыре. То есть на первый взгляд, что такое расчет два раза? Ну вроде фигля. Плюс иммун крита. А вот иммун крита будет работать вообще на все, что существует. За счет этого еще понтон освобождается. Вот. Нужно юзать синее кольцо. Я сделал два сетапа. С этим уником и без этого уника. Потому что трикстеру это уж не прям супер имбовое сочетание, но в принципе можно юзать. И я хочу затестить. И есть такая же версия, без, конечно, этой уник шапки на обычной. Все легко и просто, как это проверить. Берете амулет. Видите, лайтинг урон. 77 лямов. Это против лайтинга. Потому что у лайтинга очень урон большой. 58 лямов. Представьте. Вот этот амулет дает больше, чем любой мирорный амулет. На лайтинг уронит. Вот. Такая у него синергия. То есть отдавая мира, а то и больше. Вы будете получать больше дефенсы. Чуть-чуть. Ну, пул. Пул ЕС у вас поднимется. Но вы будете по дипсу хуже. Поэтому либо юзайте обычный какой-нибудь амулет, либо уник. Либо на резерв какой-то. Если надо, дефенс ауру. Мирорный смысл ставить нет. Косарь там этот ЕС вам не даст никакое. Если вы думаете, у вас 18 тысяч или будет 19. Ребята, то, что у вас рипнет вам этот косарь ЕС, погоды не поможет. Надо разгонять дефенс, а не энергощит. А сколько его выйдет? 5 тысяч даже энергощита разницы не будет. Если у вас уже будет рипать какая-то лютая механика, не поможет даже вам 5 косарей ЕС. У вас должен быть дефенс такой, что вас не должны пробивать. В целом ничего. Если уж только какие-то супер, там, супер слэмы могут пробить. Но чтобы бить не должно. Даже на воет лигах, если уж вы туда идете, вы не должны получать урон. Если вы урон получаете, и что-то не так идет, значит ваш гир не готов. Если вы не должны урон получать. Но какой-то слэм может рипнуть. Это уже отдельная тема. Ну и вот теперь представьте. Мой урон стал сейчас обычный. А теперь этот же амулет будет с неудачным. Представьте, сейчас вот эту шапку, да, у них, блять, оденет, убер какой-нибудь. И сделает себе дефенс против вас. То представьте, этот гир потеряет еще 18 лямов. 58 минус 18. 40 лямов останется. А было 77. То есть представьте, у меня было 77 лямов. Если мне монстр, да, ну это я угораю, да, фантазию развиваю, применит этот дефенс против вас. То прикиньте, с ваших 77 лямов остается 40. То есть минус 40. Сука, 37 лямов, это у них шапка бы дала. То есть... И прикол в том, что даже если у меня будет 100 лямов, 150 лямов, 200 лямов, она всегда будет резать одно и то же число. То есть получается, примерный, да, это против лайтинг урона, против фаер, колд, физы, хаоса, она даст чуть меньше. Но мы же наглядный пример можем посмотреть от удачного и неудачного. Плюс сколько у меня было опыта, где я ее только, бля, не тестил. Использовал я ее раз 15 в разных сборках, плюс-минус. Ну и вот. Плюс еще и мункрита. И вот это в сумме дает, когда у вас 90 рез, сапресс, там, форты, эндюры. Это в сумме настолько накладывается. И дефенс у ней будет бесконечный. Чем у вас больше дефенса, тем она будет давать больше. Поэтому даже если у меня будет 150 здесь лямов, то все равно лайтинг урон скинет тот же процент. И неудачный урон скинет тот же процент. И какой бы вы ни делали урон, то процент общего урона будет слетать всегда одинаковый. То есть, если, допустим, осталось 77. То есть, 37 лямов срезало. То есть, если 77 минус 37 лямов, это вот сколько в процентах будет? То есть, вот эта стока, она бы сработала против лайтинга. И просто вот этот процент нужно вычитать из вашего урона. И, то есть, допустим, делая там 150 лямов, она вам скидывает все равно там 40 процентов. 60 лямов она скинет. Сделайте вы 200 лямов. Значит, она вам скинет 80 лямов. Потому что Дефенс у ней хитрый. Тут нету конкретного процента. А от общего урона будет исходить два расчета. Всегда будет второй расчет уходить на минимум. Поэтому В таких контентах, как Т-17 мапы, Шахта, Валда мапы, Это у них будет очень Давать до хера. Но сэнергия на Трикстере, Конечно, не самая топовая здесь будет. Потому что это, ну, такая сэнергия. Потому что это Е-стакер. Плюс у нее там бонусы с обычной шапки. И так далее. Уклоны. То есть, по итогу, да, это не лучший. Типа, вариант здесь не лучший. Как бы, но даже ради интереса я ее хочу затестить. Она тут уж необязательна. И вообще хочу проверить. То есть, это уже все. Максимальный гир, я уже его собирать начал. Там, Шахту порыть, насколько смогу. Чтобы вообще какие-то моды встретить. Просто, сука, ебейшие нахуй. И вот взять, собрать, Сделать обычную шапку и эту. И посмотреть, насколько разница. То есть, найти какой-нибудь аула там, Который уже будет лепить нормально. На 2, на 3 тысячах. 3, 3, там, пинетры. И вот, и затестить. И то есть, вот реально посмотреть, Насколько будет Дефенс на этом гире. Она Давать. Хотя, разница. В ЕСе тут 2 тысячи, 2 с половиной. Если собирать его без этой механики. Приблизительно. И чуть побольше. Но, играя на инстакере, на чемпи. Она Не сильно и проигрывала По энергощиту. Плюс, она Сетапит очень много резерва. За счет этого Может у вас еще и влезет Дополнительная аура. То есть, это не просто Ее надо засунуть в гиро. Если уж делать билд, Надо Вместе с шапкой делать билд. И подгонять и резервы, и резы. То есть, это все надо Сетапить вместе. Ну, и то есть, по итогу Вот эта шапка Может где-то давать 20 Спокойно Этому гиру. То есть, как будто Форта. Но на какие-то Может физовые там Слэмы Может поменьше Может 15 Может, ну 20 точно То есть, 15-20 Леса она будет давать Этому гиру. Но вот на какие-то Лайтинг уроны Она даст 30 Леса А может даже, блядь, и 40 Плюс-минус То есть, одевая эту шапку То вы примерно уже Одеваете Форд Сразу Против Монстров Ударов И разницы не будет Че это будет Против вас лететь Шейпер Слэм Который вам будет Обходить Сапресс Физовый Или, блядь, Бласт Адзири Все, что связано С монстрами Эта шапка Будет давать Дефенс Плюс С нее Можно взять Резервы Ну, то есть Это Когда в энергощите Она Хотьяр Мор дает Энергощит Плюс-два Ну, то есть В целом Шапка Нормальная Но в этой Энергии Говорю Не прямо Шимба Потому что Энергощита Слетает Много И слетает Дипсы Но Дефенс У ней Больше, чем У, блядь Мирорной С СТД Тестили ее Люди С СТД Лиги И с 10 тысяч Делва ее Тестили И Че там Только не Тестили То есть Дефенс Она дает Вообще Какой-то Нереальный Когда у вас Жирный гид И в целом Она уж Не такая Плохая Да Ну и Уник Кольцо Ну Уник Ну еще Все равно У вас Суффикс Инта Есть Манокост Есть Ну и Для Энергощита Это нормально Хер на это Типа Кольцо Это уж Не сказать Что знаете Там Критично Что Вот Но конечно Для Воит Лиг Если уж бегать Там есть Мапы Где Кольцо Одно Убирают Но Это уже И другие Сетапы Не бывает Да Идеальных Гиров Но вообще Шапка Лютая И Ее Почти Никто Не Узает Ну и Вот Такой Же Гир Только Без Уник Шапки С Обычной Уже Рарной Ну вот Получается И Уже С Обычным Кольцо Уник Шапка Будет Теститься Ее Никто Не Юзает И Никто Не Использует В этом Гире Но Я Хочу Узнать Более Подробные Цифры И Насколько Разница В 7-8 лямов Потери Дипса Но Насколько Будет Выше Дефенс И даже При Энергощите 14 тысяч Там 2000 Разница Энергощита Насколько Она будет Больше Давать И В Каких Контентах Прям Реально Это Там Имба Да Когда Уже Очень Очень Большие Уроны Так Что Буду Тестить Ну Если У вас Есть Понимание Можете Тоже Пересетапить Какой-то Гир Если У вас Уже Все Не Хватает Дефанс Попробуйте Засетапить Эту Шапку Переделать Если У вас Еще Урона Много То Дефанс Она Вам Еще Прям Ощутимо И Поможет